Тема превью, как сегодня оказалось, в центре политического внимания. В Министерстве социальных дел УТОМ прошла пресс-конференция, посвященная ходу вакцинирования в стране. После ее завершения министр здоровья Тан Эль Кик направился в Риге, Когуди прошло специальное заседание парламентской комиссии по контролю за госбюджетом, на которое была погрешена и премьер-министр Кая Калас и госконтролер Янар Хольм. Тема – организация вакцинирования. И, наконец, в завершении дня еще на одной пресс-конференции в соцмине Тан Эль Кик сообщила о кадровых переменах в Министерстве, которая вынуждена будет покинуть чиновница высокого ранга, канцлер Министерства Маре Каприске. Критика в адрес самого министра последние дни звучит как со стороны коалиционных партнеров, так и оппозиции. Но на утренней пресс-конференции он в очередной раз заявил, что ищет не виновных, а решения. Уже сейчас более половины вакцинированных получили две дозы, 58%, по меньшей мере хотя бы одну. Важно также активно двигаться в молодежной возрастной группе от 12 до 17 лет. И мы должны быть более амбициозны в группе пожилых людей 60+. Нам надо достичь их охвата в 80% к концу ноября, чтобы еще больше защитить пожилых людей от COVID-19. Если говорить о риске заражения дельта-штаммом вируса, то специалисты утверждают, что надо стремиться к более высоким цифрам во всем обществе, даже говорят о 80-85%, но такого уровня достичь крайне сложно. Возможности для вакцинирования есть во всех уездах. На этой неделе лишних и монет свободных номерков. Для тех, кто не хочет бронировать время заблаговременно, вакцинирование организовано в мобильных пунктах и торговых центрах, аптеках, список которых растет на массовых мероприятиях. В интернете можно найти график курсирования специальных автобусов. Больничная касса открыла финансирование для новых мер, которые помогут стимулировать работу медиков. Но надо понимать, что ресурсы ограничены, и использовать их надо рационально. Для того, чтобы медицинские работники могли продолжать вакцинировать в условиях, когда не все времена заполнены, мы понимаем, что требуются дополнительные ресурсы. Вопрос был лишь в том, когда они потребуются. Сегодня мы предложили четыре меры. Постоянный кабинет для вакцинирования, мотивационные поощрения, рассчитанный на результат. Мы поднимем плату за вакцинирование за пределами привычного рабочего места и оплатим работу уездных координаторов. Возможно, если власти раньше бы прислушались к озабоченности властей столицы мэра Кэлварда, дело продвигалось бы быстрее. В стране на 100 тысяч жителей приходится 142 больных. 641 тысяча жителей Эстонии получила хотя бы одну дозу вакцины, в том числе 58% взрослых. Райн Ланна напомнил, что если в ближайшие дни сделать первый укол вакцины и модерна, то через четыре недели можно получить второй и еще спустя две недели к сентябрю, что очень важно, например, для преподавателей и студентов к началу учебного года завершить защитный курс. Что в интересах как гражданина, так как резко уменьшит возможность заболевания новой агрессивной версии вируса, так и государства, экономика которого с огромным трудом приходит в себя после двух первых волн пандемии. Неважная статистика. За последние сутки из новых заболевших 72% оказались невакцинированными. Михаил Владиславов, Петр Ульявайн, Новости Таллина.